Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение пятой части урока о World Creator 2. Настройки фильтра Path очень простые. С помощью Height Offset, Вы можете настроить смещение высоты всего пути вверх или вниз. Strands управляет силой влияния фильтра. А далее идет настройка ширины и сглаживание границ с помощью Smoothness. Ниже идет настройка сегмента Offset, которая влияет на детализацию пути. А также две настройки Noise Scale и Noise Factor, которые разбивают путь, делая его неравномерным. Все эти три настройки взаимосвязаны. То есть, сначала Вам нужно увеличить Noise Factor, а затем уже настраивать Noise Scale и сегмент Offset. Опция Closet делает закрытый сплайн и это позволяет Вам создавать какие-нибудь кратеры и другие объекты. Тут уже все зависит от Вашей фантазии. Далее идет настройка Level Steps, которая отвечает за детализацию. Давайте я немного видоизменю путь и расскажу об этом параметре. Так вот. Level Steps очень важный параметр, который влияет на качество детализации текстур, фильтров для этого пути и так далее. Смотрите. Ниже есть такая опция Has Mesh. И с помощью нее можно добавить водную поверхность или текстуру. Но в этом методе есть один минус. Если Ваш путь идет вверх каким-то таким образом, то у Вас не будет плавного перехода от текстуры к Mesh. И лично я рекомендую не использовать эту опцию для текстурирования пути. А сам путь сделать маской для текстур и разных фильтров. И как раз с помощью Level Steps, потом настраивать качество. Сейчас я расскажу, как это можно сделать. Сначала Вам нужно нажать Done Edit Path, чтобы применить все настройки пути. Далее идем в вкладку Areas и нажимаем кнопку Add Area. Затем Fit to Terrain Size, чтобы выровнять маску по размеру ландшафта. И в Blend Map Properties выбираем фильтр Path. Естественно, сначала Вы ничего не увидите, так как у Area и фильтра разные настройки Level Steps. Давайте настроим Level Steps и у Area. В данном случае это 9. Так как именно с этим значением появилась маска. В настройках Path стоит значение равное 8. Давайте поставим его равное 9. И если исчезнет маска, то вернемся в Area и увеличим еще на единицу. Это все делается для более качественной маски. Затем меняем значение Border Blend Range на единицу. И это обязательно. Иногда могут появиться такие пробелы в самой маске. Но это возникает очень редко и надеюсь, в будущих версиях поправят этот баг. Затем заходим в текстуры и добавляем 2 слоя. Для первого выбираем текстуру травы, а для второго каменной дороги. И как раз для слоя с каменной дорогой, для опции Area выбираем нашу маску. Таким образом, текстура дороги будет применена только к фильтру Path. И как можете заметить, результат выглядит намного лучше, чем с опцией Has Mesh. Теперь давайте удалим текстуры, а и о их настройках мы поговорим позже. И добавим какой-нибудь фильтр для этого пути. Нажимаем Add Filter и выбираем Minecraft в категории Trace. После чего в Area загружаем нашу маску. Таким образом, Minecraft Filter будет применен только к фильтру Path. И это все, что я хотел рассказать о данном фильтре. Теперь давайте разберемся с фильтром Shape. Итак, заходим в вкладку Design и выбираем данный фильтр. Чтобы добавить Shape, нажимаем кнопку Add Shape. И таким образом, у Вас появится плоская область, которую можно настроить нажав Edit Shape. Настройки очень простые. Я думаю, что у Вас не возникнет с ними проблем. С помощью данного фильтра, Вы можете делать какие-то необычные формы или глубокие озера. Достаточно просто крутить параметры и смотреть на результат. Это все, что я хотел рассказать о фильтре Shape. Далее идет вкладка Effect и в ней Вы найдете 4 фильтра. Я ускорю видео и продемонстрирую данные фильтры без комментариев, как и последующие. Так как у них очень простые настройки и они не требуют детального разбора. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем мир!